Сегодня мы с вами затронем вопросы шифрации данных, поговорим немножечко о VPN и о существующих сетевых атаках, которые когда-либо имели место быть, как их классифицировать и так далее. Но это мы посмотрим с вами достаточно обзорно, потому что, опять же, защита информации – это тема отдельной даже специальности подготовки специалистов. Но, в принципе, нашего с вами полученного некоторого теоретической базы хватит для достаточно глубокого понимания проблемы. Итак, начнем с вами с понятия шифрования. Вообще говоря, опять же, шифрование и алгоритмы шифрования, криптографии – это вопросы отдельной дисциплины, которая так и называется, криптография. И поэтому мы с вами глубоко погружаться в работу криптографических алгоритмов тоже особо не будем. Соответственно, шифрование – это средство обеспечения конфиденциальности данных. То есть мы с вами можем каким-то образом закодировать данные и потом их декодировать обратно, чтобы получить их в первозданном виде. Соответственно, вопрос шифрования решается, во-первых, на локальных хостах, то есть на самих машинах, узлах сети, то есть где информация непосредственно хранится, обрабатывается и так далее. И во-вторых, нам нужно каким-то образом передавать данные в защищенном виде. Это как раз то шифрование, которое будет нас интересовать, шифрование данных для передачи их по сетям связи. Соответственно, немножечко терминов из шифрования. Пара процедур шифрования и дешифрования или алгоритмов будет называться криптосистемой. Обычная криптосистема предусматривает наличие специального параметра секретного ключа, то есть что это зависит от того, какой алгоритм мы применяем. Это может быть какое-то правило замен, если простейшие шифры брать, перестановок каких-то блоков данных в исходном потоке, ну и так далее. Сложность алгоритма раскрытия называется криптостойкостью. То есть, учитывая, что у нас производительность вычисленных систем не стоит на месте, это во-первых. Во-вторых, алгоритмы шифрования основываются на математических результатах и зачастую какие-то новые методы анализа появляющиеся позволяют вкупе с современными технологиями за разумное время раскрывать шифры, которые ранее считались абсолютно криптостойкими. Соответственно, поэтому приходится в мире шифрования, но мы сейчас еще об этом поговорим, постоянно следить за современными тенденциями, за научными направлениями в этой области и держать системы, которые требуют шифрации данных в соответствии с текущей ситуацией в научном мире. Ну, во-первых, мы с вами можем каким-то хитрым образом шифровать данные, либо мы с вами можем иметь такой алгоритм, рассказав всем который, мы не нарушим криптостойкость из системы. Аж в 1835, где-то с 1835 по 1903 году было сформулировано правило Керкова, что звучит, например, так, да, стойкость шифра должна быть обеспечена в том случае, когда известен весь алгоритм шифрования за исключением секретного ключа. То есть о чем это говорит? О том, что мы с вами можем как-то хитро придумать метод шифрации, шифрования и хранить его в тайне, что у нас будут какие-то закрытые библиотеки для шифрования, для расшифрования, для дешифрования. Ну и, соответственно, на этом будет основываться криптостойкость нашей системы. Но это будет нарушать основной принцип в том, что криптостойкость системы должна основываться только на незнании секретного ключа. Соответственно, уже были примеры, когда алгоритмы, да, пытались сохранить в тайне, но, соответственно, учитывая, что когда они были раскрыты, эти алгоритмы, тогда криптостойкость системы сразу же резко падала и использовать их в дальнейшем было невозможно. Поэтому наиболее, если так можно выразиться, хорошие алгоритмы, да, они не пострадают, даже если они будут находиться в открытом доступе, в опенсорсе, а только наберут, если так можно выразиться, большую популярность. Соответственно, криптосистемы у нас бывают симметричные и асимметричные. Теоретические основы симметричной криптосистемы были изложены в работе Шинона в 1949 году. Смысл таков, что в симметричной системе имеется один секретный ключ и, применяя его, мы производим и шифрование, и дешифрование. Соответственно, алгоритмы, которые используются, сейчас, это DES, ну использовались и используются DES, трипл DES, тройной DES, которые являлись во время государственными стандартами криптографическими в Соединенных Штатах Америки. И после того, как была показана возможность расшифровки алгоритма DES, был разработан и внедрен стандарт АЭС, который работает, в принципе, к похожему принципу, но обеспечивает большую криптостойкость системы. Второй вариант – это несимметричная система шифрования, появившаяся в середине 70-х годов, когда генерируется уникальная пара ключей, таких, что текст, расшифрованный одним ключом, может быть расшифрован только с использованием второго ключа. Ну, типичным примером этого алгоритма будет RSA, он назван, этот шифр назван по первым буквам фамилии людей, его придумавших, Ривис Шамер Адлеман. Он был придуман в 78-м году, до сих пор активно используется в криптосистемах. Сейчас мы еще чуть-чуть вкратце об этом поговорим. Ну и отдельно стоит отметить односторонние функции шифрования. Это, вообще говоря, их можно назвать необратимые функции, хэш-функции или дайджест-функции. В многоязычной литературе по посещенной типографии зачастую используется выражение дайджест-функции. Соответственно, в чем заключается односторонность функции? Что у нас, если какие-то данные были поданы на вход такой односторонней функции, то полученный выход, как бы мы его ни анализировали, мы даже теоретически не можем получить исходные данные. Зачем это нужно? Мы с вами рассматривали уже на прошлой лекции, когда рассматривали протокол от идентификации, нам зачастую нужно было убедиться в том, что сторона знает пароль, при этом не передавая пароль в открытом виде. Ну и, соответственно, можно было применить одностороннюю функцию, позволяющую нам передавать уже хэш, сравнить его у себя, посчитать заново и так далее. Соответственно, примеры MD2, MD4, наиболее используемые, MD5 сейчас наиболее используемые, ну и некоторые модификации, которые менее известны нам, но при этом находятся зачастую в стандартах в Соединенных Штатах. Соответственно, зачем вообще нам нужно шифрование? Еще раз повторим, что мы применяем шифрование в том случае, если мы хотим каким-то образом защитить данные от просмотра. Если в прошлый раз мы с вами рассматривали технологии аутентификации, которые решали задачу, нам нужно было удостовериться, что мы имеем дело именно с той стороной, с которой мы, собственно говоря, и пытаемся общаться. То шифрование у нас уже, когда мы убедились, что мы общаемся с нужной стороной, позволяет нам получить закрытый канал передачи данных и, соответственно, в зависимости от тех технологий, которые мы будем сейчас рассматривать, обеспечить возможность передачи конфиденциальной информации через открытые сети. Ну, соответственно, в технологии защищенного канала это обеспечение защиты трафика между двумя точками открытый транспорт на сети, если определение формально дать. Что включает в себя? Еще раз, взаимную аутентификацию абонентов при установлении соединений, это алгоритм аутентификации мы рассматривали на прошлом занятии. Защита передаваемых по каналу сообщений от несанкционированного доступа и подтверждение целостности поступающих по каналу сообщений, например, путем передачи одновременно с ними с дайджеста. То есть фактически задача разбивается на три подзадачи. Первое решение мы рассматривали, второе. Вторую задачу, как мы ее будем решать, мы сейчас посмотрим, есть разные варианты. Ну и третье, ну вкратце затронем этот вопрос, но конкретно рассматривать не будем. Соответственно, можно просмотреть два подхода при использовании системы защищенного канала. В первом случае мы устанавливаем защищенный канал непосредственно между двумя точками, то есть у нас на рабочей станции запускается какое-то определенное программное обеспечение и защищенный канал виртуально устанавливается между двумя этими точками поверх всех нижележащих слоев сетевого взаимодействия. Таким образом, мы обеспечиваем прозрачность в некотором смысле, то есть мы не затрагиваем функционирование протоколов сетевого уровня, ну и так далее. Все это передается в прозрачном виде по обычным сетям и как бы никаких дополнительных на аппаратных устройствах, на аппаратных сетевых устройствах нам нет необходимости поддерживать какую-то специальную схему для пропускания такого шифрованного трафика. Ну и второй вариант, когда у нас есть две, допустим, сети, которые мы считаем достоверными, безопасными, они находятся под нашим администрированием и мы считаем, что там нет никаких злоумышленников, там нет возможности и нет необходимости ни у кого повредить нашу информацию, но нам нужно обеспечить взаимодействие этих двух сетей посредством каких-то открытых сетей. В таком случае как раз приходится использовать некоторые устройства доступа, это могут быть какая-то аппаратная часть на пограничных машинах, либо это может быть какой-то программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий как раз защищенный канал только в месте, где это необходимо, где трафик проходит по открытой сети. Соответственно, в самой же сети в нашей сохраняется изначальная инфраструктура и нам нет необходимости какие-то дополнительные программные решения применять на стороне хостов. То есть все зависит от того, какую издачу мы решаем. От того зависит и философия, которую мы будем применять для защиты данных. Ну давайте с вами рассмотрим немножечко модель ассистного, посмотрим. Начнем с самого верху. Ну я не рассказывал на самом деле про SMIM протокол, я буквально вкратце скажу, что это за механизм. Мы начинаем защиту самых верхних уровней, то есть мы можем начать защиту самых верхних уровней. То есть SMIM, например, позволяет нам шифровать почту, электронную почту при пересылке от абонента к абоненту. В чем смысл шифрации на прикладном уровне? В том, что мы с вами разрабатываем свой прикладной протокол, закладывая в нем шифрование на уровне нашей разработки. Плюс этого то, что это достаточно гибко, потому что мы можем написать свою серверную часть, свою клиентскую часть для нашего протокола и использовать там то шифрование, которое нам потребуется. Минусы. Понятно, что мы с вами шифруем только свое приложение, только свой протокол, который мы будем использовать. Поэтому говорить о полной защите данных здесь не приходится. Соответственно, было бы сложно реализовать по варианту программного обеспечения серверной клиентской части для незащищенных вариантов и для защищенных. Поэтому, несмотря на кажущуюся интересность этого подхода, применяется он и, мягко выражаясь, не очень часто. Примеры на прикладном уровне. Можно сказать, что это Skype тот же самый, используя свой алгоритм шифрования на прикладном уровне и так далее. Дальше у нас на уровне представления, на транспортном уровне, лежит технология шифрования посредством защищенных сокетов SSL или его последователь TLS. Мы сейчас поговорим, как он работает. Сейчас для нас пока важно понять, что это в некотором смысле механизм, позволяющий на транспортном уровне нам получать защищенное соединение. Каким образом, мы сейчас это посмотрим. То есть это работает поверх TCP и позволяет нам взаимодействовать уже любыми, в принципе, приложениями. Но, опять же, есть нюанс в том, что нам необходимо обеспечивать поддержку SSL и TLS на уровне операционной системы, некоторые библиотеки какие-то, которые реализуют эти возможности. Но зато плюсы какие у нас. Это непрозрачные для приложений, но они зависимы от транспортной инфраструктуры системы. То есть мы с вами можем использовать в существующей какой-то инфраструктуре, просто установить какой-то набор расширений, если так можно выразиться, на хостах по концам защищенного канала. Еще ниже уровнем будет находиться у нас протокол IPsec, но, соответственно, плюс какие? То, что у нас уже нет необходимости. Во-первых, это прозрачно для приложений, то есть приложение не требуется приложению работать с какими-то другими библиотеками и так далее. Но в нашем случае уже накладывается определенное ограничение на инфраструктуру. Мы сейчас посмотрим, что это нужно. То есть это некоторое, если можно выразиться, ну, не надстройка, а параллельно существующая с IPsec система, ой, с IP-система. То есть это в некотором смысле переделанный IP протокол, интернет протокол, да, протокол сетевого уровня для передачи шифрованной информации. Ну, посмотрим сейчас, как он будет работать. На канальном уровне можно тоже шифровать, например, Point-to-Point Tunneling Protocol. Но тут накладываются определенные ограничения. Мы сейчас не будем вдаваться подробностей, я чуть попозже о них скажу. Ну, и еще здесь не написано шифрование, опять же, на канальном уровне, фактически, да. Это шифрование для сетей, которые находятся в общедоступном эфире, скажем. Ну, например, беспроводные сети. То есть мы передаем информацию в любом случае через электромагнитные волны, и кто хочет, может ее прослушать, эту информацию. Поэтому нам необходимо решать на канальном уровне вопрос шифрования. Начнем мы с ТЛС и ССЛ. Ну, изначально эта технология называлась ССЛ Security Socket Layers, уровень защищенных сокетов. Это криптографические протоколы, обеспечивающие защищенную передачу данных между условиями в сети интернет. ССЛ развивалась, постепенно находились определенные уязвимости, и в конечном итоге появилось, пришло на смену ССЛ ТЛС, транспорт Layers Security или безопасность транспортного уровня. Эти технологии используют симметричную гриптографию для обмена ключами, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности для сохранения целостности. Ну, коды аутентичности, мы с вами уже говорили, что это такое. То есть это в некотором смысле подпись, то есть когда мы с вами гарантируем, что это именно те данные, которые отправляет нам страна, с которой мы общаемся. Данный протокол получил широчайшее распространение. Примеры. ICTPS, SFTP, что там еще. Шифрование, TLS шифрование для почтовых протоколов. То есть благодаря достаточно хорошей гибкости мы можем внедрять SSL или TLS в наше приложение на прикладном уровне уже. Соответственно, разработан был компанией Netscape. Сейчас уже развитием TLS занимается и ETF. Мы говорили, что это организация, занимающаяся таск-форсами, да, и развитием интернета. Соответственно, основные шаги процедуры установки защищенного соединения. Ну, клиент подключается к серверу, поддерживающему TLS, запрашивает защищенное соединение. Дальше клиент предоставляет список поддерживающих алгоритмов и шифрования и хэш-функций, которые он может, да, которые реализованы в его клиентской части этого протокола. Сервер выбирает из списка предоставленного клиентом наиболее надежный алгоритм, который он сам поддерживает. Ну, и сообщает клиенту о своем выборе. Дальше сервер отправляет клиенту цифровой сертификат для собственной аутентификации. Мы с вами не затрагивали, по-моему, вопросы сертификатов. Есть TKIP, так называемая, иерархическая система цифровых подписей. Соответственно, смысл заключается в следующем. Есть корневой сервер некоторый, который подписывает сертификаты, то есть удостоверяет сертификаты для нижестоящих уровней. Ну, и таким образом, иерархически, постепенно у нас сертификат подписывается всеми уровнями, доходя до конечного, ну, какого-то сервера, там, компании и так далее. Таким образом, если мы доверяем корневому серверу, мы с вами всегда можем проверить, имея цепочку подписей, реально ли был подписан сертификат вот всей цепочкой этого корневого сервера. Таким образом, когда нам присылают сертификат, мы можем тут же проверить его действительность, то есть не истекли у него срок, там, и так далее. Ну, соответственно, клиент может связаться с сервером доверенного центра сертификации, подтвердить аутентичность переданного сертификата до начала передачи данных. Дальше необходимо сгенерировать сеансовый ключ, ну и после того, как он сгенерирован, фактически уже можно передавать данные по закрытому каналу. Ну, соответственно, если графически это представить, выглядит это так, какая информация передается от клиентской стороны, то есть что мы будем, ну, я уже только что сказал, что мы будем использовать, ну и какие варианты мы поддерживаем. Сервер дальше выбирает, что он поддерживает, выбирает наиболее защищенный вариант, ну и сообщает об этом нам. Ну все заканчивается обменом сессионного ключа, который будет использоваться. Ну, соответственно, о используемости различных вариантов SSL и TLS. Изначально у нас было SSL 2.0, потом SSL 3.0, потом TLS версии 1.0 и сейчас вот TLS 1.1 и TLS 1.2. Соответственно, в чем проблема? Проблема в том, что есть определенная инертность, как обычно, и переход на новую версию протокола TLS задерживается в том числе и разработкой программного обеспечения, учитывая, что все-таки доминируют на рынке сетевых операционных систем, серверных операционных систем, системы на базе Unix, то, соответственно, большинство людей использует опенсурсную реализацию SSL, это OpenSSL. Ну и, соответственно, до определенного момента в OpenSSL не было реализации TLS версии 1.1 и так далее. Сейчас она есть, но, как говорится, инертность определенная существует. Но это, по-моему, она не в релиз версии. Сейчас я врать не буду, может быть, уже и в релиз. Соответственно, с чем возникают проблемы? Сначала было вскрыто, что SSL соединение можно расшифровать, т.е. было подорвано доверие к криптостойкости SSL, была создана утилита BIST определенная, ну, мы не будем сейчас задаваться в подробности, которая тратила там порядка нескольких минут, ну, по-моему, трех минут или что-то в этом роде, для того, чтобы расшифровать кукисы, расшифрованные кукисы в SSL в защищенном трафике. Это было все выложено на Ютубе, как бы криптоаналитики, которые нашли, которым удалось добиться этого, выпустили пресс-релиз, ну, и тогда уже было подорвано, ну, потому что на базе SSL функционирует очень много систем, действительно требующих высокой криптозащиты, таких как банк-клиенты, кардинг, там, ну, поддержка, вот, аквайринг, картовый аквайринг и так далее. Т.е. для того, чтобы защитить такие секретные данные, как раз использовалась SSL, и после того, как была обнаружена эта уязвимость, соответственно, под угрозой оказались огромные финансовые обороты. Ну, соответственно, ТЛС тоже оказалась, ТЛС версия 1.0 оказалась подвержена уязвимости. Уязвимость этой, больше, ну, когда, больше десяти лет было, но никто не занимался ее доскональным изучением. Соответственно, через десять лет криптоаналитики, вот эти два криптоаналитика, собственно говоря, получили, занимаясь несколько лет вплотную этой проблемой с математической точки зрения в том числе, они получили возможность расшифровать зашифрованный трафик и, собственно говоря, можно, я потом ссылку приведу, можете ознакомиться с white paper, содержащим их достижения, ну, и описывающие проблему. Соответственно, после этого Google перешел на ТЛС в версии 1.1 почти сразу. Ну и, соответственно, мы с вами постепенно тоже все сервера будут переходить на ТЛС версии 1.1 и выше. Ну, на самом деле, как видите, я не помню, у кого года этот слайд, но… А, он 2008, да? Или даже позднее. Все достаточно свежий, и мы видим, что ТЛС версия 1.1 остается, на самом деле, по большей части диковинкой. Ну, соответственно… ТЛС версия 1.2 был выпущен в августе 2008 года. Там основной смысл заключается в замене некоторых функций криптографических, позволяющих достичь большей криптостойкости. Ну, соответственно, перейдем с вами к IPsec. Соответственно, как я уже сказал, это система, дополняющая протокола IP до сетевой системы, да, сетевого уровня, позволяющей передавать информацию в шифрованном виде. Она состоит из трех протоколов. Первый протокол – AH, да, или заголовок аутентификации. Он создан для гарантии целостности и аутентичности данных. Дальше ESP – непосредственно зашифрование. Это протокол инкапсуляции зашифрованных данных. И протокол обмена, интернет-протокол обмена ключом. То есть протокол обмена ключами поверх открытой сети, да. Соответственно, зачем было разбиение создано на AH и ESP? Потому что мы с вами уже затрагивали этот вопрос. Не все страны поддерживают и разрешают на своей территории использовать криптографические алгоритмы. И для того, чтобы получить гибкую систему, которую можно было бы легко экспортировать, да, в составе каких-то систем информационных в другие страны, было принято решение разбить на две части. И если запрещено шифрование непосредственно, то ограничиться обеспечением аутентичности данных. Ну, соответственно, мы видим в данном случае, что ESP выполняет те же функции, что и AH, но при этом еще поддерживает шифрование. Теперь о терминологии немножечко. Для обеспечения функционирования устанавливается соединение между двумя конечными точечками. Логическое соединение, называемое безопасной ассоциацией. Это термин, который мы будем в дальнейшем использовать. Сокращенно SA. Можно использовать одну SA на все соединения между двумя узлами, между двумя хостами, либо использовать отдельный SA для каждого соединения. Таким образом, мы с вами можем обеспечить различный подход, различную политику безопасности, различную политику безопасности для передачи различного трафика. То есть, если этот трафик наиболее конфиденциален, то мы можем завести отдельную SA с другими параметрами защиты. Если же нам необходимо просто обеспечить целостность и аутентичность, то мы с вами можем даже не сшивать трафик. Соответственно, SA является однонаправленным, то есть, для установки соединения дуплексного, то есть, для передачи данных в обе стороны, нам необходимо установить два. SA в каждую сторону, по SA в каждую сторону. AH и ESP протоколы могут работать в двух режимах, транспортном и туннельном. Отличаются они только следующим. В транспортном мы передаем IP-пакет, обрабатываем его протоколом, скажем, ESP, но при этом заголовок этого пакета не меняется и его маршрутизация, его обработка нашей сетью, в которую он попадает, производится так же, как если бы он был и не зашифрован. Еще туннельный вариант – это когда мы берем IP-пакет, который обрабатывается протоколом ESP, и помещаем его в новый пакет со своим новым заголовком. Опять же, это исходит из философии, которую мы с вами рассматривали для этого, то есть, у нас могут находиться какие-то граничные устройства, объединяющие две локальные, скажем, сети, две части локальной сети поверх какого-то канала в открытой сети. Ну и, соответственно, для этого нам и нужен туннельный вариант, потому что приходит пакет… для того, чтобы передать пакет куда-то там, да, мы не обязательно знаем структуру открытой сети, но устройство решает за нас эту задачу, уставляет там IP-адреса, она знает, куда… между чем и чем восстановлен туннель, ну и, соответственно, на базе нового уже IP-пакета происходит маршрутизация и доставка этого пакета на вторую сторону защищенного канала. Таким образом, у нас есть три типа подключения – хост-хост, шлюз-шлюз или хост-шлюз. Соответственно, хост-хост – это и есть в транспортном варианте, в принципе, да, то есть, у нас непосредственно на хосте формируется уже поток, зашифрованный канал, устанавливается соединение защищенное, ну и происходит передача. Шлюз-шлюз – это когда, я уже сказал, у нас шлюз, ему попадает IP-пакет, он осознает, что для того, чтобы передать этот IP-пакет на адресное значение, необходимо передать его через открытую сеть каким-то образом, и он, собственно говоря, формирует новый IP-пакет, ну и так далее. На той стороне, соответственно, шлюз принимает этот пакет, расшифровывает его, достает оттуда IP-пакет, который был изначально передан и отправляет его дальше в свободное плавание уже по второй части локальной сети. Ну, не локальной, а рабочей сети, будем так лучше это называть. Ну и третий вариант – это хост-шлюз, это в основном используется для обеспечения доступа удаленного, то есть, когда нам необходимо какому-то хосту, находящемуся где-то в открытой сети, предоставить доступ к нашей рабочей сети. Ну, мы с вами поговорим сейчас немножечко о VPN, буквально затронем пару слов, скажем. Ну и, соответственно, вот для VPN используется в основном соединение хост-шлюз. Посмотрим чуть-чуть подробнее протоколы. Протокол от Identification Header позволяет приемным в стороне убедиться в том, что пакет был отправлен стороной, с которой установлено SA, да, содержимое пакета не было искажено в процессе его передачи, и пакет не является дубликатом уже полученного пакета. Для того, чтобы все это обеспечить, используют следующие поля. Следующий заголовок, ну, мы с такого рода полями уже встречались с вами, указывает на код протокола более высокого уровня. Это может быть CP, может быть UDP, может быть ESP. ESP – это часть EPSec, мы уже говорили об этом, которая непосредственно занимается шифрованием. Дальше. Полезная длина – это длина заголовка AH. Индекс параметров безопасности SPI. Зачем он нужен, мы сейчас поговорим чуть-чуть позднее, пока мы просто запоминаем, что он есть. Определенный индекс, да, в пакете прямо. Дальше – порядковый номер. Порядковый номер, соответственно, используется как раз для обеспечения отсутствия дублирующих пакетов. И данная аутентификация, если нам необходимо, это дайджест, то есть это значение хэш-функции, которую мы будем применять. Еще раз повторюсь, что IPSec поддерживает различные типы шифрования и различные протоколы разносторонних хэш-функции. Соответственно, поэтому у нас поле данных аутентификации может иметь различную длину, в зависимости от того, что мы используем при установке SA. Ну и, соответственно, для этого нам в том числе и нужно знать длину заголовка, поэтому мы ее передаем в самом начале. Соответственно, отличается размещение заголовка AH в IP-пакете при транспортном и при туннельном режиме. Соответственно, при транспортном, да, у нас он встраивается между заголовком исходного пакета, собственно говоря, который используется для передачи, и между пакетом протокола верхнего уровня. В случае туннельного режима у нас он формируется новый заголовок IP-пакета, после этого идет заголовок AH, после этого заголовок исходного пакета и пакет протокола верхнего уровня. Соответственно, протокол ESP обеспечивает аутентификацию и целостность данных на основе дайджестов, то же самое, что AH, но при этом еще поддерживает защиту передаваемых данных шифрованием. Рассмотрим структуру IP-пакета. Сначала идет заголовок исходного пакета, потом заголовок EPS, содержащий в том числе SPI и SN, да, то есть это та самая функциональность, которую только что мы рассмотрели в AH протоколе. Дальше идет пакет протокола верхнего уровня и вторая часть EPS протокола – это концевик. В нем будет находиться заполнитель или pad, так называемый, да, pad, длина заполнителя и следующий заголовок. Ну и плюс данная аутентификация, если мы ее затребовали при установке соединения. То есть мы не обязательно поддерживаем… Ну, когда мы устанавливаем SA, мы определяем политику безопасности к трафику. Поэтому совершенно не обязательно, что у нас поле с данными аутентификации будет не пустым. Оно может оказаться пустым, если нам не требуется аутентификация. Также мы можем в SN ничего не указывать, если нам не требуется защита от дублирования данных. Соответственно, вопрос, как определять на каждом узле, что же в конечном итоге делать с этим пакетом, который к нам пришел, какую политику безопасности к нему применять. Соответственно, для того, чтобы IPSec мог функционировать, на каждом узле держатся две базы. База ассоциаций, или SAD, и база безопасности, SPD. Соответственно, зачем нужен каждый из этих баз? В базе SAD хранятся наборы всех текущих параметров, определяющих все активные ассоциации. То есть, когда мы установили ассоциацию, мы с вами выбрали набор параметров, применяемых для безопасности передачи данных, то есть, какой алгоритм шифрования мы применяем, какую дайджест-функцию, ну и так далее. Соответственно, каждый узел поддерживает две базы SAD для входящих и исходящих ассоциаций. Соответственно, зачем нужна база SPD? Изначально у нас есть источник какой-то, который генерирует трафик, и нам необходимо каким-то образом понять, что же с этим трафиком делать. Соответственно, для этого и предназначена база SPD. она состоит из двух частей записи в SPD, состоит из двух частей. Во-первых, это поле селектора и поле политики защиты. Поле селектора, соответственно, это косвенные признаки, по которым мы определяем трафик. Что это может быть? Это может быть IP-адреса, source destination. Это может быть какой протокол идет поверх этого IP-пакета. Это может быть имя пользователя и так далее. То есть набор косвенных параметров, которые позволяют нам однозначно определить политику безопасности, которую мы будем применять именно к этому трафику. Соответственно, трафик у нас может быть, как мы уже говорили, разный. У нас может быть установлено несколько SA между двумя хостами и, соответственно, к какому пакету применять какую политику безопасности, как раз и хранится в SPD. Соответственно, если в SPD нет записи, то нам необходимо с помощью протокола обмена ключами определить и добавить соответствующие записи в SPD и SID базы. Соответственно, вот у нас был какой-то пакет. Мы определили по SPD базе, какую политику безопасности кому применить. В SID, AD у нас хранятся все параметры этого SA и соединения. Мы применяем политики для передачи для шифрации данных. После этого это уходит на следующий узел. Следующий узел, но у нас может не знать некоторых данных, которые у нас были для определения SPD. Поэтому в данном случае, когда на конечный узел приходит зашифрованная информация, нам нужно каким-то образом определить, какая политика безопасности была применена именно к этой информации. Но мы с вами можем не иметь доступа, опять же, к тем данным, которыми руководствовался хост отправляющий при выборе политики безопасности. Поэтому и предусмотрено поле SPI. Сейчас мы вернемся. Вот оно, индекс параметров безопасности. Индекс параметров безопасности будет вести нас напрямую к соответствующей записи в SID таблице. То есть, таким образом, принимающая сторона не смотрит косвенные признаки, она смотрит конкретно значение поля SPI и расшифровывает, соответственно, пакет в соответствии с теми параметрами политики безопасности, которые были прописаны в SID базе. Ну и, соответственно, в обратную сторону точно так же. Чтобы нам отправить, нам необходимо просмотреть SPD, выбрать какую политику безопасности мы применяем для этого SA соединения, отправить, ну, при этом сформировав SPI-индекс по базе. В базе будут одинаковые SID, исходящие от нас и входящие на той стороне. Соответственно, если сравнивать эти подходы, какие возникают нюансы. TLS, SSL, да, преимущества невидимы для протоколов более высокого уровня, активно используется, получилось широкое распространение для различных приложений. В интернет нет необходимости делать постоянное соединение международным клиентам. Позволяет создать тоннель для приложений, использующих HTTP, IP, каких-то электронная почта, ну и так далее. FTP, опять же, SFTP работа поверх SSL, ну и так далее. Ну, из недостатков невозможность работы с протоколом UDP и ICMP, он работает только с TCP. Ну, соответственно, нам необходимо еще, я забыл маленький момент, что нам необходимо определять каким-то образом, что мы будем работать с TLS. Как это мы можем сделать? Мы, во-первых, можем, ну то есть у нас есть HTTP и есть HTTPS. Что же мы будем применять для того, чтобы работать с клиентом? Соответственно, если бы это висело на одном порту, непонятно, да? В шифрованном виде, не в шифрованном надо. Поэтому применяются, ну, самое простое решение, и наиболее активно применяемое – это использовать альтернативные порты для модификации протоколов с использованием TLS. Точно так же с FTP, ну и с почтой тоже, в принципе, так же. Таким образом, если мы сразу подключаемся к порту, выделенному для зашифрованного трафика, мы сразу понимаем, что мы будем работать по TLS, ну и начинается процедура переговоров, кто что поддерживает, ну, как мы рассмотрели в самом начале. Минусы еще этого протокола, ну, он будет работать в любом случае на, ну, скажем, я не знаю, там, до десяти процентов медленнее, чем TCP, и это на машинах обеспечивает достаточную производительность. То есть нам необходимо учитывать потерю производительности при использовании TLS. Соответственно, IPSEC какие имеют преимущества? Безопасность и надежность защиты данных протокола, он принят в качестве интернет-стандарта, работает в верхнем слое сетевого протокола и обеспечивает шифрование над уровнем сетевого протокола. Недостатки, сложность реализации, дополнительные требования к оборудованию, которое должно понимать IPSEC, да? Ну и, ну, я еще не знаю, как с этим обстоят дела, но были некоторые проблемы с реализациями. Ну, соответственно, плюс следующий еще IPSEC в том, что IPv6, который мы с вами рассматривали, непосредственно поддерживает шифрацию, и это не что иное, как IPSEC, то есть фактически это мировое признание этого протокола, этой системы. Ну и посмотрим, будет ли это дальше внедряться каким-то образом. Ну и вариант с SSH, это такой лайт вариант, мы с вами рассматривали протокол SSH, я помню, тут даже доклад про него делал. Мы можем тоннелировать через SSH наш трафик. Мы с вами рассматривали проброс, да, локального порта, удаленного порта между системами поверх SSH-туннеля, ну, соответственно, минусы тоже, то же самое почти, что у ЛС было в том, что накладные расходы, уменьшение предскорости работы, ну и так далее. соответственно, стоит пару слов сказать про VPN, да. Есть такое понятие, называется Virtual Personal Network. На прошлом занятии мы с вами оговорили вопросы архитектуры сети в случае с необходимостью обеспечения определенной политики безопасности данным, охранящимся на тех или иных узлах. Соответственно, здесь уже вопрос немножечко другой, то есть там мы с вами рассмотрели, что хорошо бы вообще иметь изолированные сети для некоторых задач. И каким образом их изолировать, мы тоже с вами рассмотрели. Мы сказали, что существуют сетевые фильтры, мы можем использовать виланы активно для разделения на физически разные, да, можно сказать, в сети. В данном случае мы решаем другую задачу. Нам необходимо организовать аналог локальной сети, то есть сети доверенной, в которой находятся только узлы, которым мы доверяем, при этом поверх существующей какой-то сети, которой мы не особо доверяем. Собственно, для этого как раз используется шифрование. Существует решение, ну, VPN – это такая, Virtual Personal Network, это такая, как бы, как сказать, термин, это не конкретная технология. VPN можно получить из пользы различной технологии, скажем, ну, тот же самый PPP over Ethernet, PPP OUE, да. Есть методы инкапсуляции, скажем, GRE протокол, позволяющий реализовывать VPN, да, поверх IP. Ну, и, соответственно, все это нам необходимо еще зашифровать. Многие вендоры предлагают свои шлюзы для VPN, ну, аппаратные, какие-то программные аппаратные комплексы, и, ну, там в зависимости уже от конкретной реализации, от конкретной применяемой технологии можно реализовывать различные инфраструктуры. Ну, с этим, на самом деле, тоже возникают некоторые проблемы из-за того, что если у вас, допустим, есть две сети, два филиала, один из них использует оборудование одного вендора для предоставления доступа к своей рабочей сети другой другого вендора, то совершенно не всегда их можно подружить вместе. То же самое VPN используется в случае, если у нас есть необходимость подключить абонента удаленного, удаленную систему, то есть, опять же, у нас существует опять какая-то открытая сеть, и нам необходимо как бы включить узел, удаленный узел в нашу сеть. Ну, и, соответственно, это реализуется посредством VPN. VPN может быть реализован и чисто программным решениями, то есть, это какая-то надстройка будет, скажем, имеющая, то есть, у нас фактически получается, ну, скажем, в упрощенном варианте отдельный сетевой интерфейс эмулируемый. Реально он создается драйверами, работающими поверх существующих, да, сетевых возможностей системы. Таким образом, у нас для операционной системы фактически работает с виртуальным интерфейсом, а реально трафик проходит через настоящие интерфейсы сетевые, но при этом в зашифрованном виде, поэтому мы считаем, что он безопасен, ну, мы безопасно передаем информацию. Давайте немножечко рассмотрим, да, какие атаки у нас бывают. Во-первых, выделяются, да, три понятия – угроза, атака и риск. Угроза – это любое действие, которое может быть направлено на нарушение информационной безопасности системы, атака – это реализованная угроза, и риск – это оценка вероятности, оценка возможного ущерба, вероятного ущерба. Ну, начнем мы с самого простого, то есть, когда мы говорим о какой-то сетевой атаке как таковой, да, мы понимаем, во-первых, объект, на который происходит атака, цель, с которой происходит атака, ну и, соответственно, технологии, которые применяются для проведения этой атаки. Соответственно, у нас какие могут быть варианты? Ну, мы сейчас рассмотрим самый простой – это отказ в обслуживании или ДОС. Что это такое? То есть, у нас есть определенный сервис, который мы предоставляем своим пользователям, клиентам, не суть важно, да, это какая-то серверная часть приложения может быть и так далее. Что это может быть? Это может банк-клиент, веб-сервис, сервер, там, ну, любые варианты. Соответственно, задача взломышленника – не получить доступ к информации, которая является конфиденциальной, а просто вывести из строя ваш сервер. То есть, заставить ваш сервер не отвечать ни на какие запросы. Соответственно, вариантов за долгое время существования, да, и развитие сетей, и операционных систем было великое множество. Начиная с самого простого – это так называемый пинг смерти, да. Мы с вами рассматривали ICMP протоколы вот в одной из первых реализаций. Я уж не помню, по-моему, какие представленные системы были подвержены. Не буду еще сворать. Ну, смысл заключался в том, что если мы с вами формируем определенным образом фрагментированный ICMP пакет большого размера, то у нас система просто крашилась, ну, и, соответственно, уже не отвечала ни на какие больше запросы. Ну, само собой, это было быстренько зашито. патчем к системе, но, соответственно, в историю это вошло. Для DOS может быть использованы различные подходы, то есть самый простой подход – это использовать шестующие уязвимости. То есть, как мы с вами уже обсуждали, сетевое взаимодействие существует на многих уровнях, и, соответственно, на каждом уровне обработка пакетов, кадров и всего остального производится ничем иным, как программными средствами, разработанными человеком. Соответственно, ни один человек не застрахован от ошибки, а когда вы, ну, учитывая, да, уровни, современные уровни абстрагирования, да, уровни абстракции, вы совершенно не смотрите на нижние уровни, вас это не интересует. То есть, вы работаете с каким-то CP-сокетами и так далее, вас совершенно не волнует, как это работает ниже уровнем. Соответственно, при таком подходе в конечном итоге получается такая картина, что приложение верхнего уровня находится, в принципе, подвешенное в воздухе. То есть, мало кто на самом деле знает, как работает в операционной системе та или иная часть. И, соответственно, из этого возникают многие проблемы. То есть, если мы говорим с вами о крупной какой-то, да, коммерческом продукте с закрытым кодом, скажем, ну, операционная система Microsoft Windows 7 любимая, да, исходный код закрыт, поэтому никто даже не пытается задумываться, как что-то там функционирует, ну, во большей части, если вы не являетесь сотрудником Microsoft там или кого-нибудь еще, но при этом существует инструментарий, потому что в конечном итоге все работает в машинном коде, существует инструментарий, позволяющий понимать, да, механизмы функционирования те или иные, находящиеся скрытые от, да, обычного наблюдателя, от обычного программиста. Соответственно, в конечном итоге появляются уязвимости, известные, то есть не факт, что уязвимость, информация об уязвимости публикуется сразу в открытых каких-то источниках. реакция на это на все тоже требует определенное количество времени, и таким образом, если вы нашли какую-то уязвимость, вы можете вообще о ней промолчать и использовать ее в своих корыстных целях каких-то, да. Соответственно, системы с открытым исходным кодом open-source системы, они менее подвержены, да, такими проблемам, но они подвержены другим проблемам. Большое количество кода, в том числе, да, если мы говорим просто о ядре Linux, да, ну, очень только серьезные энтузиасты занимаются чтением фактически, да, чужого исходного кода. То есть, несмотря на то, что исходный код открыт, анализ этого кода для поиска каких-то уязвимостей, ну, он тоже, мягко выражаясь, не в полном объеме используется. То есть, есть некоторые операционные системы, которые были созданы для обеспечения, там, максимальной безопасности, скажем, как, ну, скажем, OpenBSD, да, есть определенные правила внедрения нового исходного кода, то есть, все это происходит несколько ревизий, там, этого исходного кода, ну, и так далее. Прежде чем все это в конечном итоге функционирует в операционной системе. Но все равно в конечном итоге, как вы многие себе представляете, зачастую проще написать код самостоятельно заново его переписать, чем разбираться в том, что было написано каким-то другим, особенно учитывая современные тенденции комментирования исходного кода и вообще проектирования. системами. Ну, это отдельная история. В конечном итоге смысл в том, что уязвимости были, будут, еще долго будут находиться, поэтому основная мера защиты – это контроль, аудит, ну и так далее. Ну, то есть, если вы, конечно, заработаете системами высокого, высококонфиденциальности, то там свои подходы, они немного отличаются от общепринятых. Скажем, например, ну, я не знаю, там была определенная организация, я не буду называть ее название, в Санкт-Петербурге, в которой находился почтовый сервер, который по определенному расписанию включался порт на маршрутизаторе, он получал доступ в интернет, подключался к серверу, на который приходила почта, забирал ее и отключался от интернета. Ну, как бы до такого доходило. То есть, сервер находится в открытой сети только совсем очень короткое время. Ну, соответственно, сама компания имела большие ограничения, да, по свободе доступа своих работников к открытым информационным системам, к интернету и так далее, но при этом почти каждый работник имел на столе лэптоп или что-нибудь еще, потому что это нужно хотя бы для работы. Таким образом, отсутствие комплексного подхода к информационной безопасности, оно может свести на нет все старания, в том числе и такие изощренные. соответственно, дальнейшее развитие DOS, да, deny of service, это distributed DOS атака, фактически она не отличается от DOS атаки, за тем исключением, что она не использует какую-то конкретную уязвимость, она использует большое количество атакующих узлов, в конечном итоге выбирающих ресурсы информационной системы. То есть это может быть либо канал интернет, то есть у вас IP транзит зачастую ограничен какими-то пропускными каналами, и соответственно, в современной реалии позволяют достигать для DOS атак совершенно колоссальных объемов паразитного трафика, поэтому даже современные системы, созданные на базе высокоскоростных дата-центров с большим количеством каналов и так далее, могут с этим не справиться. Ну и второй вариант – это исчерпывание ресурсов самой системы, то есть тут уже зависит от того, на какую систему производится атака. Это могут быть просто, скажем, как мы с вами рассматривали, полузакрытые TCP соединения. Это может быть атака на какую-то часть информационной системы, скажем, на базу, то есть если у вас предусмотрены методы пост какие-то, или вы там что-то храните, заполняете какие-то формы у себя на сайте, то, скорее всего, если вы не рассматривали возможность атаки, то любой хост может имитировать создание какой-то формы паразитной или что-нибудь еще, записать какие-нибудь данные, ну и таким образом выбрать все ваши возможные ресурсы. Так что к вопросу защиты информационных систем нужно подходить с момента их проектирования. Потом затыкать дырки, так сказать, будет уже гораздо дороже, в том числе и для компаний. Но это тема отдельного разговора, тема проектирования ПО и тема защиты информации, это не совсем относится с компьютерным сетям. Дальше у нас есть понятие перехвата перед направлением трафика. Ну, это уязвимости такого типа берут начало еще от классического Ethernet, когда у нас, если вы вспомните, сетевая карта сама определяла, сверяла, да, во-первых, вся информация приходит всем и сетевая карта определяет, не совсем сетевая карта, но определяется по своему MAC-адресу, определяется, нам предназначен кадр или не нам. Соответственно, если он предназначен не нам, то мы просто его игнорировать должны. Ну, соответственно, это так называемый снифинг трафика. Он будет зависеть у нас от того, какая сеть используется, то есть это наиболее подверженная система с открытыми средами передачи данных, ну, как скажем, мы уже сказали классический Ethernet, которого уже не встретишь, кроме как в музее, и, скажем, все беспроводные сети передачи данных, несмотря на шифрацию, на шифрование, да, применяемое, все-таки подвержены такого рода атакам. Дальше есть более хитрые атаки, позволяющие, например, работать, ну, во-первых, если вы вспомните работу ARP протокола, да, то схема функционирования там такова, то есть я говорю, кто там имеет, допустим, IP-адрес такой-то. Ну, и, соответственно, мы, работая на низком уровне, разместив исходный код, ну, обрабатывая исходный код, не исходный код, а обрабатывая очень быстро запрос, мы можем успеть вклиниться и добавить ARP-ответ, сгенерировать уже готовый, ну, не сгенерировать, а создать, выпустить в сеть готовый ARP-ответ с неправильным значением IP. То есть таким образом мы представимся чужим хостом. В ICMP тоже есть, соответственно, сообщение по перенаправлению трафика, типа перенаправлять трафик через меня там и так далее. Плюс мы с вами рассматривали систему функционирования, да, систему построения таблиц маршрутизации, там мы тоже можем, используя некоторые ухищрения на низком уровне, заставить все маршрутизаторы думать, что там появился новый маршрутизатор в сети или что-нибудь в этом роде, и за счет муклижа с анонсами метрик все маршрутизаторы будут думать, что через нас будет проходить самый короткий путь и подправлять через нас все данные. Такая же проблема существует у BGP протокола. Там вообще есть возможность, ну я не помню в каком году, не так давно была опубликована статья, описывающая атаку на BGP протокол, позволяющий создать фейковую автономную сеть, ну и не фейковую, просто автономную сеть, через которую удастся закрутить весь трафик проходящий. Транзитную сеть, соответственно, не конечную, не тупиковую, а транзитную сеть. Соответственно, проблема ясна, но она достаточно сложно реализуема, но при этом вполне возможно, что в конечном итоге эта атака будет реализована, если не будут внесены определенные изменения в протоколы. Ну и DNS poisoning тоже достаточно, не так давно была опубликована информация. Заключается в том, что в определенный момент времени мы можем с вами подменить кэш, не подменить, а отравить, как это называется, подменить, да, фейковые записи добавить в DNS, в кэш DNS сервера. Таким образом, у нас фактически DNS сервер будет смотреть своим клиентам, когда резолвить доменное имя, он будет смотреть кэш, увидит там поддельную запись в кэше, ну и, соответственно, отдаст фейковый IP-адрес, на котором будет находиться, скажем, фишинговый сайт там или что-нибудь в этом роде. Ну, защита от этого варианта как раз использование HTTPS и сертификатов, то есть, ну, если вы работали с сертификатами, там, увидели, как в браузерах это реализовано, там, скажем, если сертификат валидный, то у вас будет зелененький значок там и так далее. Соответственно, отдельной строкой идут всякие компьютерные вирусы, то есть, изначально распространение вирусов происходило, да, у нас какими-то классическими средствами, там, скажем, там, на дискетах, там, я не знаю, ну и тому подобное, по почте, то с развитием сетевого взаимодействия стали появляться так называемые сетевые черви. Это, ну, компьютерный вирус, использующий для своего распространения в сети определенную уязвимость. То есть, фактически существует, он состоит, ну, как бы разные есть реализации, но смысл, одна философия такова, что есть локатор так называемый, то есть часть кода, отвечающая за поиск следующих целей, куда будет распространяться сетевой червь. После этого есть, соответственно, само тело червя, которое находится в системе, да, обеспечит это функционирование. Ну и, соответственно, транспортный модуль, если так можно выразиться, это тот, который непосредственно использует уязвимость для дальнейшего распространения. То есть, он может открыть, там, порт TFTP какой-нибудь, там, да, быстренько залить в себя, закрыть порт TFTP и после этого продолжить свое дело. То есть, распространение, посмотреть, кто из соседей, кто из соседей подвержен этой уязвимости и так далее. Ну, мы с вами уже как-то затрагивали, я уж не помню, в каком контексте, такие известные черви, как MS Blast там, я уже забыл, кто там еще был. Ну, соответственно, их очень много разновидностей. Мы с вами рассматривали RPC, да, RPC вызовы и их безопасность. Ну, соответственно, MS Blast работал как раз через уязвимость в микросавтовском RPC. Ну, фишинг – это не совсем сетевая атака, но тоже метод мошенничества, когда у нас рассылается, ну, я не знаю, там, почтой как-то по-другому, через какие-то социальные сети и так далее. Через любые, да, средства информации рассылается какая-то там мошенническая ссылка, и у нас делается сайт фактически полностью напоминающий, да, известный какой-то. Или перенаправляется в какой-то сайт, ну и так далее. Спам тоже не является фактически сетевой атакой, но является явлением, которое активно существует и до сих пор, да, не побеждено ни в коей мере. То есть фактически, ну, все знают, что такое спам, да, это рассылки, скажем, e-mail рассылки или какие-то другие рассылки, там, через instant messaging, информации не востребованы пользователям фактически, да, то есть. Существует много там различных вариантов борьбы, попыток борьбы со спамом. Мы с вами рассматривали, когда SMTP, да, протокол, мы с вами говорили о том, что были закрыты, да, была прекращена практика использования открытых релеев, и, соответственно, для доступа к SMTP-северу требуется находиться в сети, обслуживаемой этим SMTP-севером. Ну, соответственно, на самом деле борьба со спамом, она достаточно сложна, в том числе и благодаря так называемых ну, распространению зомби-нетов. То есть что такое зомби-нет? Это непосредственно инструмент, используемый для большого количества различных атак, в том числе, да, для дистрибьютер DOS-атак, для рассылки спама и так далее. То есть фактически среднестатистический пользователь недостаточно квалифицирован и зачастую может иметь, ну, не осознавать опасности нахождения на тех или иных там, да, веб-сайтах, либо не осознавать опасности нахождения компьютера, который там не имеет соответственных обновлений безопасности, ну, скажем, как Windows, да, Windows Update, вот это все, система Windows Update. И таким образом описанная система не является up-to-date, то есть те уязвимости, которые были давно найдены, они не закрыты патчами. Ну, таким образом, в конечном итоге либо сетевым червьем каким-то, либо другими методами, там есть разное количество методов, ну, соответственно, на компьютере появляется вредоносный код, который непосредственно является, ну, частью зомби-нета, то есть в определенный момент по команде из код-централизованного узла управления он начинает, компьютер начинает, ну, часть компьютера, часть программной, да, программа эта, начинает выполнять свои действия в зависимости того, ну, какая атака производится, это может быть либо просто рассылка спама с вашего компьютера, то есть вы можете об этом даже не подозревать, там, либо DOS-атака на какой-нибудь сервер какого-нибудь Пентагона или что-нибудь в этом роде, опять же, вы об этом просто не будете знать. Ну, соответственно, я не буду тут экономически всякие там цифры, но на самом деле проблема очень актуальна, доступность DOS-атак становится очень, очень низкий порог доступности и цена за гигабит, скажем, DOS-атаки, она постепенно падает и фактически этот рынок сейчас получил огромное распространение, а учитывая, что большинство небольших коммерческих проектов работают на виртуальном хостинге или на каком-нибудь Virtual Dedicated серверах с небольшим количеством ресурсов, то положить, в принципе, такой сервер и его конкурентам будет стоить очень немного денег, да. Если уж говорить о том, что во время конкурентной борьбы не так давно, да, за, по-моему, российские железные дороги была определенная борьба между ChronoPay, по-моему, и какой-то кем-то еще, я уже забыл. Собственно говоря, одна из компаний применила очень мощную DOS-атаку для обеспечения отказа в обслуживании, чтобы переманить к себе клиента, да, российские железные дороги, по-моему. Ну, соответственно, это было раскрыто, ну, и так далее. То есть там это все уголовно наказуемые деяния, но, опять же, возвращаясь к тому, что интернет является международной сетью, находящейся, не находящейся под юрисдикцией какого-то определенного государства, то все становится достаточно сложно. Особенно, когда у вас зомби-нет находится в других странах, там, центр контроля этого зомби-нета находится где-нибудь на Каймановых островах, а доступ к нему там происходит через шесть проксей, там, ну, и все это зашифровано в конечном итоге, то не всегда возможно найти конечного заказчика, да, и все остальное. Ну, за исключением особо одаренных, которые пытаются, да, когда все знают, что идет борьба за клиента, ну, в общем, использовать DOS-атаки, но не будем в этом, это уже политика. Соответственно, об уязвимостях, об уязвимостях, одна из наиболее, ну, как бы, мы не будем сейчас вдаваться в подробности с точки зрения операционных систем, ну, скажем буквально пару слов, да, что у нас может быть. Во-первых, у нас есть атаки локальные, атаки удаленные, локальные атаки зачастую заключаются в повышении привилегий исполняемого кода, то есть у нас есть, скажем, я там логиниюсь под гистом, ну, не под гистом, а под каким-нибудь, да, непривилегированным юзером, после этого выполняю какой-то определенный код, ну, или определенная писательность действий, то есть, и получаю права суперпользователя или, да, что-нибудь типа того, если мы говорим о ВИНИК-системах, и после этого выполняю уже любой код, то есть, который мне нужен. Это локальные атаки, ну, удаленные атаки тоже бывают различного вида, фактически необходимо, ну, основная задача заключается в том, чтобы получить привилегированный доступ к удаленной операционной системе через какую-то уязвимость, выполнить там некоторый код, получить либо shell доступ к удаленной системе, либо разместить там на удаленной системе какой-то, да, backdoor, да, или задняя дверь, так называемую, часть какого-то исполняемого кода, реализующую для нас функции доступа, несанкционированного доступа к атакуемой системе. Ну, соответственно, классические атаки были реализованы в свое время посредством посредством переполнения буфера стекового флоу, известнейшая, да, штука, когда у нас, ну, это на самом деле вопросы не совсем компьютерных сетей, это к вопросу архитектуры программного обеспечения, да, ну, я вкратце скажу, что у нас есть, да, код, часть, в которой находится исполняемый код, часть, в которой находятся данные, да, и, соответственно, если мы с вами выделяем какой-то буфер статический в стеке, и после этого мы не проверяем, чего этот буфер пишется, такое часто происходит, особенно, ну, если недостаточно опыта в разработке, да, программного обеспечения, то фактически злоумышленник может определенным образом рассчитать, и по выходу из какой-нибудь процедуры, из какой-нибудь функции указатель будет передан в область данных, где будет на самом деле находиться исполняемый код, и этот исполняемый код будет выполнен, скажем, системными привилегиями. Ну, соответственно, есть определенные программно-аппаратные решения типа NX бита, ну, это не входит в нашу, в тему нашего обсуждения, просто достаточно знать, что большинство, да, атак имеющихся, ну, крайней мере, вошедших в историю, достаточно громких, в том числе и сетевые черви зачастую используют переполнение буфера в различных местах. Ну, соответственно, большинство так было реализовано именно таким образом. Ну, соответственно, к вопросу о переносимых программах, да, у нас есть зачастую, когда мы имеем какой-то код, который мы хотим выполнять на стороне клиента. Будь то Java апплеты, ActiveX, JavaScript и такого рода подобные технологии. Ну, соответственно, возникает вопрос реализации, возникает вопрос обеспечения безопасности такого рода программ, таких вот такого рода, да, технологий. Ну, Java апплеты выполняются в Java машине, по идее считается, что это наиболее, да, безопасно, но, я уж не помню, по-моему, у Касперски есть атака на Java, статья, описывающая возможные атаки через Java апплеты. Соответственно, с ActiveX выбрана была немножечко другая парадигма безопасности, то есть там считается, что все должно быть подписано определенным образом, проверено, но, как вы понимаете, возникает вопрос огромного количества такого рода компонентов, которые все нужно подписывать, и в конечном итоге нет возможности подписать миллиард какого-то экземпляров исполняемого кода, ну и при этом корректно его обработать, определить, что он действительно там не содержит никакой вредоносной информации, ой, вредоносных частей там и так далее. Ну, с JavaScript там вообще как бы все сложно, поэтому JavaScript в принципе остается очень опасной технологией, но при этом очень широко распространенной. Ну, на самом деле на этом не заканчивается, вопросы безопасности, как я уже сказал, что сетевая безопасность должна обеспечиваться на всех уровнях сетевого взаимодействия и не только сетевого взаимодействия. Так, я уже не помню, по-моему, Windows при обработке, по-моему, графических, да, я уже забыл чего, графических файлов можно было нарваться на выполнение произвольного кода. То есть фактически к сетям это никакого отношения не имеет, а на самом деле нам достаточно просто встроить какую-то определенную картинку себе на сайт, направить к нам на сайт хост-жертву, ну и соответственно при открытии в определенном браузере, да, атака будет произведена легко и непринужденно. Отдельные вопросы безопасности затрагивают, как раз мы только что с вами рассматривали, различные уровни, то есть ТЛС работающие, да, на уровне в принципе транспортном, IPsec работающий на сетевом уровне, ну и, соответственно, мы с вами не говорили про канальный, я только упомянул про PPTP. Соответственно, в 1997 году был принят стандарт ВЕП, обеспечивающий безопасность по беспроводной связи, да, 802.11. Назывался он, как назло, безопасность эквивалентная проводной, использовала потоковый алгоритм шифрования RC4. Соответственно, мы не будем вдаваться в подробности, как он работал, ну там есть определенные IV вектора, которые передаются в незашифрованном виде, и они в дальнейшем используются для шифрования и дешифрования. Соответственно, набрав определенную статистическую выборку и зная алгоритм изменения IV векторов, можно было провести атаку и расшифровать весь трафик ВЕП. Соответственно, уязвимость была признана очень серьезной и было предложено использование ВПА и ВПА2. ВПА, на самом деле, не просто технология, а там два раза ВПА, ну не суть важно. Она включает в себя 802.1.x. Это, на самом деле, я вам не рассказал, я не успел на прошлой лекции. Это радиус протокол, протокол, позволяющий иметь один центр аутентификации на всю сеть, протокол общения всех устройств с единым центром аутентификации. То есть, фактически, мы с вами рассматривали в одной из парадигм безопасности информационной системы это правило единого входа. То есть, аутентификация должна происходить по одному адресу. То есть, у нас не должно быть несколько входов, где мы, скажем, храним пароли различные, различные точки входа и, соответственно, обновляем их каким-то образом. То есть, мы с вами рассмотрели, что, возможно, допустим, у нас работал какой-то сотрудник, мы его уволили и закрыли ему доступ, но в один прекрасный момент у нас модемный пул какой-то был выключен, поэтому в нем не обновились вопросы безопасности, списки безопасности и так далее, и поэтому в нем остался возможен доступ. Ну, таким образом, как раз 802.1x радиус протокола или его последовательный диаметр протокола позволяет как раз реализовать парадигму единого входа. Дальше использую шифрование EAP. KIP – это удлиненный ключ по сравнению с ВЭПом. И MIG – это Message Integrity Codes. Ну, не суть важная, мы не будем сейчас сдаваться в технические подробности. В общем, это гораздо более серьезная система безопасности, чем просто ВЭП. Но 6 ноября 2008-го был представлен способ, позволяющий взломать ключ, используемый в ВЭПа, за 12-15 минут. Ну, в 2009 году была реализована атака уже без ограничений. То есть, в 2008 году было реализовано, нужно было, чтобы был включен Quality of Service, там что-то еще, я уж не помню. А в 2009 году была представлена атака, ломающая ВЭПа за одну минуту. Ну, соответственно, после этого стало признаком хорошего тона использовать в достаточно, ну, в любом, в любой точке доступа, используемой для доступа, для доступа к нашей рабочей сети, использовать ВЭПа-2 или хотя бы ВЭПа с АЭС-шифрованием. Ну, соответственно, это история одного, да, одной технологии, технологии шифрования данных по беспроводной сети. На самом деле, такого рода истории можно рассказать великое множество. Это так называемый криптоанализ или атака на протоколы шифрования. То есть, у нас есть ряд математических утверждений, которые мы используем, в том числе и для шифрования, которые мы не подвергаем сомнению. То есть, мы считаем, допустим, что решение такого типа уравнений будет занимать у нас очень много времени, там, потребуется какой-нибудь полный перебор и так далее. Но мы не застрахованы в том, что кто-то проанализирует эти уравнения, семейство этих уравнений и найдет варианты эвристики, скажем, да, какой-то, позволяющий резко сократить базу, базу перебора. Ну и в конечном итоге таким образом криптостойка системы может резко сразу же упасть. Ну и, возвращаясь к атакам, просто последнее, что хочется сказать, я совсем забыл про это. Это самый простой тип атаки. Атаки типа brute force, то есть атаки типа полного перебора, скажем, там, где у нас происходит идентификация пользователя по паролю. Ну, ну, как показалось в свое время исследования, что какая-то подавляющая часть паролей не представляют, ну, совершенно не обладают необходимой криптостойкостью. Брут-форс у нас имеется там просто посимольный, то есть тупой brute force, ну, перебирающий все варианты. Есть brute force с атакой по словарю, когда используется, да, определенный словарь, то есть просто слов и различные комбинации, соответственно, в поисках подходящего пароля. Ну, соответственно, из методов защиты от такого рода нападений это просто либо криптостойкие пароли, либо в том числе некоторый тайм-аут между попытками, который позволяет нам растянуть время brute force до недопустимого. То есть это займет, может, какое-то большое количество, десятков, сотен лет. Ну, соответственно, продолжается, продолжается анализ криптопротоколов тех же самых. Так был вскрыт, ну, DES, да, который до этого активно использовался в системах, требующих высокой криптостойкости, из-за чего были вынуждены разработать IES и использовать три DES, которые представляют из себя просто три раза подряд DES. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА